В рохот такой, аж квартиры вроде содрогнулись. Когда я потом после бурана вышел, обошел, с той стороны смотрю, вся крыша завалилась. Муратбек Айбергенов показывает площадь обрушения крыши. Еще в середине марта под тяжестью снега сломались сразу несколько опорных балок. Жители решать проблему начали самостоятельно. Нашли подрядчика. Капитальный ремонт дома, в том числе и крыши, был назначен на 2017 год. Планировалось, что все работы будет осуществлять ТО «Акуртстрой». Однако у чиновников на этот счет, кто должен делать ремонт, возникло другое мнение. Они уверены, что ремонтировать крышу должно ТО «ЖКХ ремонт». Жителей такой вариант не устроил. Против конкурента и ТО «Акуртстрой». Директор товарищества отмечает, что на проектно-сметную документацию ремонта дома уже потратил больше полумиллиона тенге. Руководитель отдела жилой инспекции Ураста Рамазанов пояснил, что существует вариант, при котором предприниматель может не лишиться своих денег. Я пришел к вам с предложением, с конкретным предложением. Поэтому вам решать. Понимаете? Он может взять его на субподряд. Может взять. Вот. Понимаете? Это тоже предусмотрено программой. Но он является генеральным подрядчиком. Понимаете? И все. Пока. Пока только крышу. Потому что она аварийная уже. Ее делать надо. Если ее не делать, ваши квартиры же потекут. Горячие споры насчет того, кто же все-таки будет ремонтировать крышу, заняли больше получаса. В итоге сторонам компромисс удалось найти. Ремонтом крыши будет заниматься ТО «ЖКХ-ремонт». В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства за счет возвратных средств. К ремонту кровли они должны приступить в ближайшее время. ТО «Акуртстрой», которое изначально рассматривалось жителями дома, как подрядчик будет производить капитальный ремонт дома, кроме кровли. Правда, здесь сроки пока неизвестны. Диара Ахмечина и Андрей Деменок. РТН.